Среднего уровня он способен различать четыре типа личностей. Кришну. И ему только ему предлагают чистую любовь, именуемую премой. Затем он различает преданных. С ними он имеет дружбу. А также он видит неискушенных, невинных. И к невинным он проявляет сострадание. А в то время как он также различает четвертую категорию завистников, которых общение он отвергает. И вот именно Мадхиам Мадхикари предан среднего уровня понимает важность поклонения преданным. И Тхакур Бхакти Винод говорит, что нам необходимо развить четыре типа настроения по отношению к возвышенным преданным. Атма-будхи, Джата-будхи, Иджа-будхи, Тирта-будхи. И я назвал эти четыре вида лекарства. Четыре вида лекарств, которые позволяют избавиться и исцелиться от материального отождествления. Если мы считаем, что я попросту это тело или этот ум, в чем же исцеление? Атма-будхи. Это Атма-будхи. А я начинаю развивать взаимоотношение с чистым преданным так, как будто бы он является душой моей души. Гуру-дева-татма. Гуру, он представитель супер-души. А гуру-дев это высший представитель или сверхдуши. Итак, сверхдуша – это душа нашей души. И гуру является душой нашей души. Следующее. Мы, как правило, отождествляем себя со своей семьей. Но в чем исцеление от этого? И исцеление состоит в том, чтобы почитать гуру, как свою семью, а также его семью, принимать как свою семью. Многие преданных также оставляют свои предыдущие материальные семьи и стараются сплотиться вокруг своих гуру, чтобы слушать от него. Но мы также склонны думать, что мы по национальности русские, англичане или украинцы. Мы можем думать, что я украинец, я должен погибнуть ради своей страны, отдать ей все, пожертвовать всем ради нее. Но преданный, он склонен думать, что я просто должен пожертвовать свою энергию своему гуру Махараджу. Как, например, кто-то обратился к Христу. В то время, как происходила оккупация римлянами. Вопрос был достаточно известный. Следует ли платить подати римлянам? Это был достаточно непростой вопрос. Если Христ сказал, что не платите римлянам, то он бы просто казнен римлянами. Но, с другой стороны, если бы он сказал да, то он бы был казнен своими же иудеями. Тогда Христос просто сказал, дайте же мне монету. И тогда он обратил одну сторону этой монеты человеку, который вопрошал его, и спросил, чье же лицо изображено на этой монете. И тогда он сказал, это лицо Цезаря. И тогда Христос попросту ответил, кесарь, кесарь, Богу Божьим. Мы можем исполнять долг перед своей страной, но у нас высший долг, это долг перед нашим гуру. Иногда мы склонны практиковать свои религиозные обязанности, как какие-то формальные ритуалы. Однажды со своим гуру-девом мы были вместе, называемым Нидоинадхар. И там огромный пляж, прямо на берегу Ганги. И множество предных устремилось в воды Ганги, чтобы принять омовение там. В то время как несколько других предных попросту собралось вокруг нашего гуру-девы. И тогда Гуру-дев сказал, вот сейчас-то мы и посмотрим, кто стремится принять омовение в нектарных водах Ганги, а кто стремится принять омовение в нектарных водах Харикатхи. Итак, в чем же состоит исцеление от такого формального отождествления и исследования этим таким религиозным внешним принципам? Например, некоторые отправляются в священные места лишь только, чтобы принять омовение в священных реках. А с другой стороны, они лишают себя возможности слушать о чистых предных, которые живут в таких местах. Тиртхабудхи. Попросту нам необходимо понимать, что сами чистые предные являются такими местами паломничества. Как, например, когда предные Чайтани Махапрабху пришли из Навадвипы в Пури. В первую очередь, они побежали, чтобы увидеться с Господом Чайтани. И там был царь Протопорудра. И тогда он сказал Кашимиши с Рабхамми в Катачаре, почему они побежали вначале, чтобы увидеть Господа Чайтани, а не Господа Джаганатху в храме. Но тогда он ответил, такова просто любовь и, естественно, любовь к Господу Чайтани. Вот таким образом, все то, что я перечислил, эти четыре составляющих принципа, мы должны развить такого рода взаимоотношения с преданными. Чистый предный должен быть для нас, в нашем сердце, в нашей душой. Он является моим подлинным членом семьи. Он также является личностью, которой я поклоняюсь, которой я посвящаю всю свою энергию, все свои силы. И чистый предный является местом паломничества для меня. И таким образом, мы все сегодня необычайно удачливы, что Фио Паджапад Бхаджабуд Хабадай Махараш приехал сюда со своей Харикатхой. Ванчика Торинбасса для меня. Алик.